Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте! Законотворцы республики определились, кому и на каких условиях будут выделять участки под строительство. О том, что молодежь республики будет обеспечена бесплатной землей, говорилось уже давно. Сегодня на пресс-конференции авторы законопроекта поделились подробностями и, самое главное, стало известно, куда претендентам на участок подавать документы. Подробнее Олеся Калиниченко. Согласно новому законопроекту, принятому 22 мая подать заявку на получение участка может семья, возраст супругов от 18 до 35 лет, а также молодые специалисты, в услугах которых нуждается муниципальное образование. Заявления принимаются по месту прописки. Куда нести документы, можно узнать на официальном сайте правительства республики. Там необходимо перейти на страницу молодежного центра стратегических инициатив, и уже здесь появится долгожданный раздел «Земельные участки молодежи» с подробной информацией для всех районов республики. Авторы законопроекта подчеркивают, земля выделяется строго для строительства, а не для спекуляций и перепродажи. Сперва передавать в долгосрочную аренду сроком на 30 лет. Вот срок этот 30 лет позволит брать ипотечные кредиты. Об этом Ильша Тансахович подробнее потом вам может рассказать. Но как только будет построен дом, то есть как только появится недвижимость, сразу же передается в собственность. Через год появляется дом, земля передается в собственность. Через 5 лет, через 5 лет. То есть механизм ясен. Арендная плата будет равна земельному налогу. То есть, когда дом будет построен и участок перейдет в собственность, сумма платежа останется прежней. Естественно, что большинство молодежи живет в Абакане. Обеспечить здесь всех желающих будет сложно. На помощь должны прийти соседи республиканской столицы. Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Это соглашение дает право жителям столицы участвовать в этой программе на алтайских землях, на усть-абаканских землях, на черногорских землях и наоборот. Не надо переживать абаканской молодежи, что мы их бросим на произвол и не дадим земли. Нет. В рамках проекта будет действовать и специальная ипотечная программа. Ставка около 12%. Первоначальный взнос не требуется. Параллельно банки подключили к работе строительные фирмы республики. Уже разрабатываются недорогие типовые проекты домов с готовой проектно-сметной документацией. Их в случае оформления кредита и заключения контракта со строителями будут предоставлять молодежи бесплатно. В законе прописано и создание инфраструктуры. В случае стопроцентной реализации программы на строительство дорог, электроснабжение, коммуникации понадобится около 7 миллиардов рублей. Первая тысяча участков будет выделена уже в этом году. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. И сегодня в правительстве подвели итоги минувшей зимы. В видеоконференции приняли участие главы районов и городов Хакасии. Республика перезимовала без особых потрясений. Зафиксировано 70 случаев, когда жители республики испытывали трудности с тепловодой и электроснабжением. Чаще всего в этом году не выдерживали трубы водоснабжения. 23 серьёзных порыва. На заседании Виктор Зимин призвал коллег отходить от практики ежегодного латания дыр и разработать для каждого муниципалитета программу реконструкции коммунальных сетей с понятными капиталовложениями. Водоводы все у нас 70-80-х годов. Давайте так сделаем. Прошу вас, где-нибудь в течение 3-4 недель, ну месяц, посмотрите программу, собрать заявки. Понятно, что мы 100% не сможем, но программно, если программно мы будем смотреть на эти вещи, мы за 3-4 года можем все эти привести к нормальным состояниям. Подготовка к новому отопительному сезону должна начаться в ближайшее время. Деньги районам и городам выделены. Помимо стандартных ремонтных работ на котельных, в новом отопительном сезоне в республике будет дополнительная подушка безопасности. Уже приобретены и размещены на базе Хакрис водоканала две мобильные котельные. В случае аварии на теплоисточнике котельная на колёсах может снабжать теплом 7 девятиэтажек. Это позволит избежать размораживания системы на время устранения причин аварии. К освоению новой техники сотрудники Хакрис водоканала приступят в ближайшее время. Сейчас формируются такие рабочие бригады, кто непосредственно будет дежурить и выполнять все мероприятия по врезке. И буквально со следующей недели мы уже начнем по муниципалитетам проводить тренировки по поручению главы, чтобы были чётко отработаны механизмы взаимодействия как муниципальной власти, так и непосредственно Хакрис водоканала, кто будет производить подключение. Небывалым урожаем овощей планируют удивить в этом году аграрии республики, но не все вместе взятые, а в конкретном овощеводческом хозяйстве. Фермеры у Стабаканского района считают, чтобы достичь отличных результатов, надо не бояться экспериментировать. Для этого покупают не только новую технику, но и используют научные достижения. В новинках полеводства разбирался Алексей Гончаренко. И этот метод по сравнению с привычной технологией и обычным урожаем принесет, как ожидают в хозяйстве, особенные плоды. В прошлом году экспериментировали на небольшой площади и, к примеру, лук, высаженный семенами сразу в грунт на опытных полях, дал головку весом в 300-400 граммов. Экономически выгодный метод избавляет аграриев от необходимости высеивать так называемую чернушку. Если идти традиционной технологией, в первом году мы должны высеять чернушку, на следующий год мы получим только сивок. Представьте, сивок нужно убрать, его подсушить, какие-то затраты, это нужно сохранить. А потом на следующий год, а как высеять сивок? Как? Это нужно специальной сажалке, потому что он может упасть кверх ногами, а его нужно именно вот так. Ну вот представьте, да? Ну ладно, мы его, пускай, высаживаем, и только на следующий год мы получаем полноценную головку. Это какие затраты? Для прямого посева приходится покупать специальные семена, гибридов. Это довольно затратная статья расходов дороже обычных семян в разы. Некоторые культуры даже раз в 10. Если, например, этот килограмм сорта стоит, например, там, ну тысячу рублей, семена капусты, то гибрид это будет порядка, например, даже доходит до 40 тысяч. Но ведь и капусту, выращивая по такому методу, тоже экономят. Нет необходимости держать теплицы для рассады, а потом пересаживать ее в открытый грунт. Мы решили уйти от периода рассадного. Представьте, сколько нужно энергии для того, чтобы прогреть землю, поставить теплицу, вырастить рассаду. Мы используем современные гибриды, которые способны за 90-100 дней при прямом посеве в землю дать полноценный качан. Соответствующая должна быть агротехника. Морковку не просто высаживают в открытый грунт, а создают условия, образуя на полях специальные гребни. То есть он мягкий, его можно, знаете, просто взять вот так, посмотрите. Что нужно овощам? Конечно же, воздух. Воздух, влага и тепло. Он хорошо прогревается гребень, воздух здесь есть, влаги достаточно. Данная почва находится на орошении. Вот при совмещении вот этих всех факторов мы добиваемся максимального эффекта. Морковь в таких условиях плюс специальные семена вырастают, как на подбор ровная и строго определенных размеров. И об этом в хозяйстве известно не на уровне теоретических знаний, а из собственного опыта, потому что и с морковкой в прошлом году был эксперимент. Идеально ровная. И что самое интересное? Вот 18 сантиметров. 20 уже не годится. 20, 22, вот нет, нам такую не надо. Вот гибрид, он ровно до 18 дорастает и останавливается. Но если его не перерастать, все грамотно сделать, вот в технологии не нарушать. Вот он остановится и вот выкапываете, вот я вам не опану, да, выкапываете, и вот она одна к одной. Такой товар на прилавках дороже. На то и расчет. Сэкономить на технологии и получить прибыль на результате. И культура выше. А главное, без экспериментов невозможно развиваться, говорит глава хозяйства. Постоянно экспериментируем. То одно, то другое, то третье. Все постоянно что-то внедряем, что-то делаем, чтобы более-менее культура развивалась. Наилучшее качество, чтобы, как говорится, населению преподать не только урожай, но и хороший, качественный урожай. В планах хозяйства на этот год реализация крупного проекта по строительству овощехранилища. Только по предварительным подсчетам затраты 40 миллионов рублей. И без финансовой поддержки сделать это будет очень сложно. 30% от суммы, говорят фермеры, могут дать основания верить в успех задуманного. В Министерстве сельского хозяйства республики начался прием документов от дачных обществ, желающих получить правительственный грант. Как и в прошлом году, размер финансовой поддержки будет варьироваться от 200 тысяч до 3 миллионов рублей. На грантовую помощь в бюджете региона предусмотрено 25 миллионов рублей. Это не решит все проблемы дачников сразу, но поможет частично закрыть самые наболевшие вопросы – свода и электроснабжения. В этом году в программу внесены некоторые изменения. Какие именно, в нашей студии рассказала заместитель министра сельского хозяйства Хакасии Инна Пузырева. Интервью смотрите после выпуска новостей. Накануне в селе Оршаново состоялось очередное заседание экспертно-консультативного совета. Напомним, так представители Минрегиона, местные жители и все заинтересованные обсуждают перспективы строительства Оршановского разреза. Извешивают все за и против. Чем отметилась очередная встреча в нашем следующем материале. Экспертно-консультативный совет был создан в ноябре 2012-го по инициативе правительства Хакасии. Его задача представлялась такой – чиновники собирают вопросы у населения, готовят ответы и оглашают их. Причем ожидалось, что вопросы будут именно разными. Но прошло несколько месяцев, а возгласы в зале одни и те же. И от одних и тех же. Сегодня дошло и до чтения стихов. И все же на привычном общем фоне в этот раз выделился новый выступающих представитель малоизвестного республиканского движения «Защита», созданного всего-то пять дней назад. Представители угольного предприятия сомнения новичка развеяли быстро. Я не знаю, какими документами пользуюсь, откуда они у вас вообще. Потом покажете, я посмотрю. Это копии какие-то. Во-первых, авосло не такой толщины. И расчеты там все. Придите, значит, я покажу оригинал. В принципе, на этом конструктивная беседа и закончилась. Дальше встреча пошла по привычному руслу. Споры, эмоции, выкрики, обвинения. Причем у микрофона только противники. Те, кто «За», спокойные и в стороне. То, что под землей, оно, наверное, принадлежит государству и народу вот этому делить. И выступающие у нас выходят, конечно, каждый раз на каждом заседании одни и те же. И постоянно с какими-то криками, с какими-то недовольствиями. На этой встрече чиновники собрали несколько вопросов. Обещали подумать и над самым необычным предложением. Организовать особенно заинтересованным экскурсии в те города и села, вблизи которых работают подобные угольные предприятия. Противники добычи угля Варшанова хотят проверить лично, живы ли там люди. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Степные думы и народные управы на территории Хакасии. Сегодня в Национальном архиве презентовали сборник документов под таким названием. Издание приурочено к юбилейной дате со дня принятия устава об управлении народцев. Устав определял основные принципы управления нерусскими народами, которые проживали в Сибири и в частности на территории Хакаско-Минусинского края. Все документы, которые вошли в сборник, датируются 19-м началом 20-го века. Уже потому представляют большую ценность для современного поколения. Знакомство с этими документами позволит погрузиться в эпоху дореволюционной Хакасии, познакомиться с органами местного самоуправления, то есть чем они занимались, Степные думы и народные управы. И эти документы также дают возможность познакомиться с бытом населения, которое проживало на территории Хакасии. В частности, на страницах издания отражены выдержки из приговоров родовых старост. Они касаются изменений Степных законов и обычаев. Есть также записи преступлений среди местных жителей. Представлена информация о численности населения, о ведении торговли. Авторы уверены, сборник будет полезен тем, что в одной книге собрано огромное число раритетных документов. Это в первую очередь удобно для читателей, которые проживают в отдаленных от Абакана городах и селах и не могут посетить архив. Все 100 экземпляров будут распределены по библиотекам республики, также по школам и вузам. Добавим, что познакомиться с оцифрованными первоисточниками можно не только на страницах сборника, но и по-прежнему в читальном зале Национального архива. И в завершении выпуска сообщение от общества «Зоозабота». Волонтеры просят помощи для спасения сбитого пса. У собаки серьезный открытый перелом. С этой раны пес пролежал несколько дней на улице в Черногорске. Сейчас он находится у волонтеров, на лекарства и на передержку нужны деньги. Их можно перечислить, отправив СМС с суммой, которую вы хотите пожертвовать, на номер телефона 8 962 844 44 14. Напоминаю, что новости нашей телекомпании можно также смотреть в интернете. Адрес официального сайта – вести.дефисхакасия.рф. На этом у меня все. Берегите себя.